Тайна моя Кому их отдать? Чей костер там в тумане мигает? Уж не твой ли, моя дорогая? Не меня ли ты вышла встречать? Я надежды свои на тебя возлагаю. Встреться мне только раз, только раз. Дни проходят, моя дорогая, Словно дым над сырыми лугами, И летят, и летят мимо нас. Грозы и бури, мороз, снегопад Мяли надежды, губили мой сад. Но воскресал он во все времена, В этом саду все весна да весна. Как я долго иду, Суету раздвигая, Как боюсь я не встретить зарю. Подожди у огня, дорогая, Я тебе свою жизнь предлагаю, Я тебя, понимаешь, люблю. Ведущие концерта Лидия Чебоксарова и Алексей Рассашанский Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Стихотворение Юрия Висбора «Сад надежд» Прозвучало в исполнении Алексея Рассашанского. Авторской записи этого стихотворения Есть многое, что Юрий Висбор Не записал по тем или иным причинам. Несколько таких песен Сегодня для вас прозвучат. «Надежда на лучшее» Лейтмотив многих песен Висбора И всего его творчества. Мы с вами сейчас без труда Вспомним множество цитат, В которых звучит эта тема. «Надеюсь видеть вас счастливыми». Там было очень хорошо, И все вселяло там надежды. Пока еще жива надежда на надежду. Эта ночь легла, как тот перевал, За которым исполнение надежд. Лишь вера с надеждой Две девы любви помогают в пути. Пусть новые дни стоят у порога, Пусть надежды сбываются вновь. И ветер, как офиши, Рвет последние листы надежды. Я тихонечко сяду у края стола Никому ни в надежду, ни в тягость. Я надеюсь еще на счастливую жизнь, Если это, конечно, в природе возможно. Моя надежда на того, Кто, не присвоив ничего, Свое святое естество Сберег в дворцах или в бараках, Кто посреди обычных дел За словом следовать посмел, Что начиналось с буквы «Л», Заканчиваясь мягким знаком. Эту песню споет первый участник нашего концерта, Кстати, проживающий на улице Висбора. Народный артист России Олег Митяев. Ему аккомпанируют Леонид Марголин и Родион Марченко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Теперь толкует о деньгах. В любых заброшенных снегах, В портах, в постелях, в поездах, Под всяким мелким зодиаком Тот век рассыпался, как мел, Который словом жить умел, Что начиналось с буквы «Л», Заканчиваясь мягким знаком. О, жгучий взгляд из-под бровей, Листание сборника кровей, Что было содержанием дней, То стало приложением вроде. Вот новоявленный Мацарт С родними нялом и купцам, Забыв про двор, где ждут сердца, К двору монетному приходит. Все на продажу понеслось, И что продать, увы, нашлось, В цене все то, что удалось, И спрос не сходит на интриги. Явились всюду чудеса, Рубли раздув, как паруса, И рыцарские голоса Смехоподобны, как в Ирии. Моя надежда на того, Кто не присвоив ничего Своё святое естество Сберёг в дворцах или в бараках, Кто посреди обычных дел За словом следовать посмел, Что начиналось с буквы «Л», Заканчиваясь мягким знаком. Сейчас такое время сложное, Приходится подрабатывать, Я обучаю играть на гитаре. Обоих. Вот он не знает даже вообще С какой стороны к инструменту подходить. Ну, как я тебя учил? Стоя больше? Обучаю играть на гитаре Ледокольщика Сашу Синых. Ледокол по таросу ударит, Саша крепче прихватит лады. Ученик мне достался упрямый, Он струну теребит от души. У него на столе телеграмма Разлюбила «Прощай, не пиши». Улыбаясь на фотокартинке, С нами дама во льдах колесит. Я гитарой не сильно владею, И с ладами порой не в ладах. Обучался у местных злодеев В тополинных московских дворах. Но для Саши я бог, между прочим. Без гитары ему не житьё. Странным именем Висбор Иосич Он мне дарит почтение своё. Улыбаясь на фотокартинке, С нами дама во льдах колесит. Не игарка мадам Лос Дудинка, Иностранный посёлок Тикси. Ах, коварное это коварство, Дальнобойный имеет гарпун. Оборона теперь и лекарства, Семь гитарных потрёпанных струн. Говорит он мне, эта деталь Ошиблась в своей суете. Обучаю играть на гитаре И учусь у людей Добратья. Не игарка мадам Лос Дудинка, Иностранный посёлок Тикси. Повыше возьми. Леонид Марголин, Родион Марченко. Олег Нечаев. Леонид Марголин и Родион Марченко. На сцене группа «Ирония судьбы». Алексей Хомчик, Александр Фомин, Алексей Григорьев, Родион Марченко, Иван Елынский. Мы искренне рады сегодня быть на этом празднике, на дне рождения одного из наших любимых авторов. Я сердце оставил в Анских горах, Теперь бессердежный хожу по равнинам, И в тихих беседах, И в шумных пирах. Я молча мечтаю О синих вершинах. Когда мы уедем, Уйдём, улетим, Когда оседлаем Мы наши машины, Какими здесь станут Пустыми пути, Как будут без нас Одинокие вершины, Какими здесь станут Пустыми пути, Как будут без нас Одинокие вершины. Лежит моё сердце На трудном пути, Где гребень высок, Где багряные скалы, Лежит моё сердце Не хочет уйти По маленькой рации Шлёт мне сигналы Когда мы уедем, Уйдём, улетим, Когда оседлаем Мы наши машины, Какими здесь станут Пустыми пути, Как будут без нас Одинокие вершины, Какими здесь станут Пустыми пути, Как будут без нас Одинокие вершины. Я делаю вид, Что прекрасно живу, Пытаясь на шутки друзей Улыбнуться, Улыбнуться, Но к сердцу Покинутому Моему 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 Пустыми пути, Пустыми пути, Улыбнуться, Как будут без нас Одинокие вершины Я сердце оставил В фанских горах Спасибо, друзья! С праздником вас! Группа «Ирония судьбы» И следующий участник продолжает тему надежды Песню, которую вы сейчас услышите, написана недавно Хотя стихи Юрий Висбор сочинил еще в 1973 году А музыку написал Андрей Крамаренко На сцене Андрей Крамаренко! Встречайте! У Висбора в записных книжках есть такая фраза «Жизнь заставит, станешь и композитором» Надеюсь видеть вас счастливыми Не юной красотой красивыми На шумных встречах молчаливыми С детьми талантливо игривыми Надеюсь, ваши приключения Пожары ваши и метелицы Не привели вас к заключению Что ничего уж не изменится Надеюсь видеть вас счищающих Тугую грязь сапог поношенных Крамольным глазом возмущающих Ханжей и критиков непрошенных Надеюсь, дети ваши здравствуют И шествуют тропой отважною Растут ужасные, лобастые И замышляют нечто важное Надеюсь видеть вас спокойными Перед болезнями и войнами Перед годами и разлуками Перед сомнениями и муками Надеюсь, что листы падучие Не означают нам предснежья А просто сорваны по случаю Грозой вешней и свежей Надеюсь, что листы падучие Не означают нам предснежья А просто сорваны по случаю Грозою вешнею и свежей Браво! Спасибо! Андрей Кроваренко С чем еще можно связывать свои надежды? Конечно же, с любимой работой Песня «Работа» была написана 10 февраля 1982 года И в том же году прозвучала в фильме «Нежность кривущему зверю» На сцене Наталья Дудкина Ей аккомпанирует Александр Прокопович АПЛОДИСМЕНТЫ Забудется печаль И письма от кого-то На смену миража Приходят рубежи Но первая тропа С названием «Работа» Останется при нас Оставшуюся жизнь Но первая тропа С названием «Работа» Останется при нас Оставшуюся жизнь Покинет нас любовь Друзей займут заботы Детей растащит мир Детей растащит мир Он им принадлежит Но первая строка С названием «Работа» Останется при нас Оставшуюся жизнь Но первая строка С названием «Работа» Останется при нас Оставшуюся жизнь Пусть в перечне побед Не достает Не достает Чего-то Нам не к лицу О том Дружище Мой Тужить Ведь первая печаль С названием «Работа» Останется при нас Оставшуюся жизнь Ведь первая печаль С названием «Работа» Останется при нас Оставшуюся жизнь Когда уходим мы К неведомым высотам За нами в небесле Искрящийся лежит И первая любовь С названием «Работа» Останется при нас Оставшуюся жизнь Но первая любовь С названием «Работа» Останется при нас Оставшуюся жизнь Наталья Дубкина И сегодня мы уже традиционно Поздравляем Наташу С днём рождения! Разрешите я буквально две строчки Дело в том, что с Юрёсичем Нас объединяет Не просто моя любовь К его творчеству Ну и один мальчик Которого зовут Авдей Это его правнук И мой внук Наталья Дубкина Вы знаете, что Юрий Висбор был выпускником Легендарного МГПИ Московского педагогического института Где практически одновременно Училось огромное количество Невероятно талантливых людей Прославивших последствия нашу литературу И искусство Это были Юрий Висбор Ада Якушева Юрий Ряшенцев Юрий Ким Юрий Коваль Владимир Красновский Пётр Фоменко И многие другие И мы сейчас приглашаем на сцену Друга Юрия Висбора Выпускника МГПИ 1969 года Вадим Егоров на сцене Друзья уходят Как-то Невзначально Друзья уходят В прошлом Как в заяде И мы смеемся С новыми Друзьями О старых Вспоминаем По ночам О старых Вспоминаем Ни малых не было Ни избранных Была рыдающая Тыща Когда несли мы Юру Висбора По филиальному Кладвищу Его болезнь Мазнула Охрою Он в лист Осенний Превратился Дождь Сёк всю ночь Могилы мокрые А то вдруг взял И прекратилось Как будто Благостный И святошный Решил Господь В тот полдень Хмурый Что для Москвы Пока Достаточно Тех слёз Что пролиты Над Юрой За всё Что спето им И пройдено За им Открытые Колхиды Могла бы Разориться Родина На скромный Зал Для панихиды Могла бы Расщедриться Вроде бы И щедрость Та была бы Уместна Но не нашлось У нашей Родины Для Висбора Такого места Над всем Неспетым И неизданным Под небом Сумрачным И чистым Плыл Юрий Висбор А за Висбором Шла тысяча Родных И близких Они без имени Без отчества Шли как один За Акуджавой А сколько их У тех Чьи почести Печатью Скреплены Державные Пройдя Кладбищенскую Просеку Склонив Зареванные Лица Мы бросили На Юрия Осича По горсти Кунцевской Землицы Она ложилась Так доверчиво К нему На гробовую Доску Опять Закапало На плечи Нам И небо Плакало До вечера Пока не Выплакалось В досталь На товарищей Близких Надевают Венец Вот и вышли Их диски Наконец Наконец Вот и кончились Обеды И светлые Берега Только ложка К обеду Дорога Дорога Словно Послана Свыше Кружит Диско Колецо Голос Висбора Слышу Вижу Кима Лицо Пусть их Раннюю Осень Осеняет Звезда Лучше Позда Чем Пор Раньше Никогда Никогда В путь Отправился Млечный Среди Огненных Брызг Юра Висбор Навечно Замурованный В диск Одинаково Близкий На любом Вираже Только Юра Одесский Не узнает Уже На земле Год от года Наши Крепли Крыла Годы шли А погода Все Нелетное Было Мир От солнца Оранжев На Распашку Окно Ах Как жаль Что не раньше Распахнулся Оно Кто-то Век свой И тоже Славы Не доживет А для тех Кто Не доживет Или Не доживет Не нужны Обелиски На могильной плите Вы поставьте им диски Долгожданные Те Не нужны Обелиски На могильной плите Вы поставьте им диски Долгожданные Те Вадим Егоров Летом 1980 года Юрий Висбор с женой Ниной Тихоновой, Татьяной Никитиной, Сергеем Никитиным и их сыном Сашей отдыхали в Литве на озерах. Каждое утро Юрий Висбор с Сашей уходили с мольбертами рисовать натуры. И было что рисовать. Озера, сосны, дюны. К обеду художники возвращались с рисунками. Ну, у Саши было все перечисленное выше, а Юрий Висбор условно с натуры всегда рисовал горы. Раиса Нур исполнит песню Ады Якушевой «Мой друг рисует горы». Ей помогает Талгат Хасенов. Мой друг рисует горы далекие, как сон. Зеленые озера и черточки лесов. А рядом шумный город Стеной со всех сторон. А друг рисует горы Далекие, как сон. Мой друг, он друг отвесным, холодным ледникам. Он друг отважным песням, да редким маякам. Он любит горный ветер, раздувая до зари. Он любит горы эти товарищам дарить. Он любит горы эти товарищам дарить. И в ясный день и в горе упрямо верит он, Что есть на свете горы далекие, как сон. Мой друг, мне тем и дорог, что днем и ночью он Возводит к небу горы далекие, как сон. Возводит к небу горы далекие, как сон. Раиса Нур и Толгат Хасена Юрий Висбор был создателем и, наверное, единственным представителем уникального жанра песни «Репортаж». Среди них знаменитая «Три минуты тишины», написанная на судне Кострома во время плавания в Баренцевом и Норвежском морях. Висбор как-то спросил капитана Костромы, а почему эфир сейчас молчит? И капитан рассказал о международном правиле «Три минуты молчания каждый час», чтобы следить за сигналами бедствия в море. Это правило неукоснительно выполняется и сейчас. Для судов, попавших в шторм, для людей, борющихся со стихией, иногда это единственная надежда на спасение. На сцене дебютант нашего вечера, дипломант Грушинского фестиваля Пётр Савельев. Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ По судну Кострома стучит вода, В сетях антенны качается звезда, А мы сидим и курим, мы должны Услышать «Три минуты тишины», Услышать «Три минуты тишины». Молчат во всех морях все корабли, Молчат морские станции земли, И ты ключом, приятель, не стучи, Ты эти три минуты молчи. Быть может, на каком во рту пожар, Пробойно в корме острей ножа, А может быть, арктические леды, Корабль не пускай из беды, Но тишина плывёт, как океан, Ради, сказал, порядок капитан, То осень бьёт в антенны, то зима, Шесть баллов бьют по судну Кострома. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пётр Савельев героически допел песню «Как поганили». Спасибо огромное. Пётр Савельев, прекрасное исполнение. АПЛОДИСМЕНТЫ И его сменяет на сцене дуэт «От А до Я» Михаил Альшулер и Иван Елынский. Иван – это брат, между прочим, Петра, Который только что прекрасно спел песню. И Михаил Альшулер – Тоже представитель известной бардовской династии. Для нашего жанра вообще характерна семейственность И преемственность поколений, Как вы уже, наверное, успели заметить. На сцене дуэт «От А до Я» Есть тайная печаль в весне первоначальной, Когда последний снег нам несказанно жаль, Когда в пустых лесах негромко и случайно Из дальнего окна доносится рояль. И ветер там вершит, Круженье занавески, Там от движения нот Чуть звякает хрусталь. И, девочка моя, Еще ничья невеста Играет, чтоб весну Сопровождал рояль. Ребята, нам пора, Пока мы не сменили Веселую печаль На черную печаль, Пока своим богам Нигде не изменили В программах наших суть Передают рояль. И будет счастье нам, Пока легко и смело Когда девочка творит Над миром во старах, Пока по всей земле, Во все ее пределы, Из дальнего окна Доносится рояль. Пока по всей земле, Во все ее пределы, Из дальнего окна Доносится. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! Дуэт от А до Я Михаил Альшулер и Иван Елынский На сцену приглашается Заслуженная артистка Республики Татарстан Юлия Зиганшина. Песня французского композитора Жанна Риво В вольном переводе Юрия Висбора Получила название «Моим друзьям». Да, мой любимый, все долги Мы заплатили в непростой своей судьбе, Мы жили судьбами других, Пора подумать о себе, Да, о себе. Ведь будет в нашей жизни миг, Когда простой весенний луч Порвется весу низких туч, Задеяв детскую игру, И ветры, будто бы друзья, Слетятся к нашему костру. А наши годы Все скользят, Как птицы осени, Летящие на юг. Нас не оставили друзья, Но как бредеет этот круг, Да, этот круг, Но будет в нашей жизни миг, Когда простой весенний луч Порвется весу низких туч, Задеяв детскую игру, И ветры, будто бы друзья, Слетятся к нашему костру. Как наши дети подросли, Вот верный счетчик Нашим общим временам, Уйдут, как в море, Корабли и торопливый поцелуй Оставят нам, И будет в нашей жизни миг, Когда простой весенний луч Порвется весу низких туч, Задеяв детскую игру, И ветры, будто бы друзья, Слетятся к нашему костру. Да, наша молодость прошла, Но, знаешь, есть одна идея у меня, Давай забросим все дела И съездим к мою на три дня, И будет в нашей жизни миг, Когда простой весенний луч Порвется весу низких туч, Задеяв детскую игру, И ветры, будто бы друзья, Слетятся к нашему костру. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Юлия Зиганшина Юлия Зиганшина Роман Ланген АПЛОДИСМЕНТЫ Его изволны, в какую ввысь не залетай. Все над тобой, его иконы. И происходит торжество в его лесах, в его колосьях. Мне вечно слышится его многоголосие, многоголосие. Какой покой в его лесах, как в них черны и влажны реки. Какие храмы в небесах, над ним возветены навеки. И происходит торжество в его лесах, в его колосьях. Мне вечно слышится его многоголосие, многоголосие. Я как скрещенье многих дней. И слышу я в лугах расистых и голоса моих друзей. И голоса с небес российских. И происходит торжество в его лесах, в его колосьях. Мне вечно слышится его многоголосие. 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 Заслуженная артистка Республики Татарстан Юлия Зиганшина. И к роману Ланкину присоединяется Сергей Шитов, как его многие называют, король московского кларнета. Юрий Висборр талантливый бытописатель и очень правдивый художник. В свое время он написал песню «Разрешите вам напомнить о себе, где действие происходит в поезде». И написал он ее «Действительно в поезде». Разрешите вам напомнить о себе, О своей незамечательной судьбе. Я как раз на верхней полочке лежу. В данном случае бездельничаю жуть. Люди заняты исканием дорог. Люди целятся ракетой в лунный рог. Люди ищут настоящие слова. Ну а я лежу и думаю о вас. С этой мысли права пользы никакой. Вот промчался скорый поезд над рекой. О реке бы мне подумать в самый раз. Ну а я лежу и думаю о вас. Музыка. 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 Думать мне о вас Что любовь и счастье Быстренько сотрут Что единственное счастье Это труд Я ей Богу Понимал вас в этот час Но представьте Я-то думал Все о вас Представьте Я-то думал Но представьте Я-то думал Все О вас Бывает Играй, Серега Рви душу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Роман Ланкин И, как говорится, едем дальше, вызываем такси. Водитель, он же пассажир, Александр Косенков. Встречайте! Свободен? Куда везти? Да прямо давай крути, а прямо по пути. Поедем, не загрустим, а счетчик такси стучит. И в ночь уносит меня от разных квартир ключи, в кармане моем звенят. А счетчик такси стучит, и в ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. А счетчик такси стучит, и в ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. В кармане моем звенят. А счетчик такси стучит, и в ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. В кармане моем звенят. А счетчик такси стучит, и в ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. Юрий Кукин на эту песню написал пародию. Ну и эта пародия исполняется от лица сантехника времен застоя. Сегодня у нас среда, четвер же тогда, когда получка была вчера, А денег нет у меня, а счетчик такси стучит, и в ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. А счетчик такси стучит, и в ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Косинков АПЛОДИСМЕНТЫ Песню, которую вы сейчас услышите, Ада Якушева написала с надеждой, что с близким человеком никогда ничего плохого не случится. Наверное, поэтому она звучит как молитва или заклинание. На сцене актриса Ольга Краско. Ей помогает Дмитрий Матюшин, руководитель детского ансамбля «Надежда», в котором когда-то начинала петь Ольга. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда-то Ада Якушева посвятила эти стихи Юрию Висбору. Так я всегда эту прекрасную песню на музыку Сергея Никитина посвящаю моему мужу, который за тысячи километров сейчас от меня, но он всегда чувствует, когда я пою эту песню. Здравствуй АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Будь, прошу тебя, повсюду где бы. Быть тебе сегодня не пришлось. Здравствуй, лучший день, твой лучший вечер. Каждый слог в разгоряченном лбу. Здравствуй, говорю тебе при встрече. А теперь при встрече крикну – будь. Будь, прошу тебя, в простом и сложном Будь, прошу тебя, и в этом суть Будь, прошу тебя, покуда сможешь А когда не сможешь, тоже будь Крыльями, взметнувшимися в небо Пением посадочных полос Будь, прошу тебя, повсюду, где бы Быть тебе сегодня не пришлось Будь, прошу тебя, повсюду, где бы Быть тебе сегодня не пришлось Ольга Краско и Дмитрий Матюшин Спасибо Любовь не сметит сквозь времени круговорот Любовь не живет на планете А тачку с планетой везет А тачку с планетой везет В пути ни конца, ни начала Как будто бы замкнутый круг Но вроде любовь обещала Не выпустить тачку из рук Не выпустить тачку из рук Ах, где бы помощники, где бы Одной трудно нож унести Лишь вера с надеждой, две девы Любви помогают в пути И жду я всю ночь до рассвета Всю ночь не гашу я огня Уж раз ты везешь всю планету Восьми заодно и меня Восьми заодно и меня Восьми заодно и меня Па-па-па Нам помогут Иван Елынский и Евгений Быков. Вот, дорогие друзья, если у вас в процессе нашего концерта вдруг возникло ощущение, что вы задремали где-то на сокольнической линии между охотным рядом и чистыми прудами, было такое, признайтесь, вам не показалось. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – чистые пруды. Об одобрительных предметах сообщайте машинисту. Голос московского метро Алексей Рассашанский. Это сюрприз. Уважаемые пассажиры, если ваш семейный поезд следует в тупик, будьте добры и взаимно вежливы. Уступайте друг другу. Что за погода? Как эти сумерки ужасны, Как черный воздух Налип на крыши и асфальт. А я устала, носилась целый день напрасно. Была у Сашки, Купила мыло и кефаль. Во! Ну, хорошо же, хорошо. Ах, как хорошо, Как хорошо нам жить на свете. Дождь, видимо, прошел, Наступит скоро теплый вечер. Ах, все поет вокруг, И пьется весело щепечу. Ах, дорогой мой друг, Как хорошо нам вдвоем с тобой. Как бьется сердце, Но отчего так бьется сердце? Все от погоды Меняет климат свой, земля. Зачем живу я? Куда от этого мне деться? Пойди, мой милый, Пойди немножечко приляг. Ну, хорошо же, ну, ой, хорошо. Ах, как хорошо, Как хорошо нам жить на свете. Дождь, видимо, прошел, Наступит скоро теплый вечер. Ах, все поет вокруг, И птицы весело щепечут. Ах, дорогой мой друг, Как хорошо нам вдвоем с тобой. Ну, что молчишь ты? Ну, что молчишь ты? Что я с тобою? Да ничего же, Сижу, гляжу себе в окно. Послушай, милый, Наверное, с женщиной другою. Ты жил бы так же? Не знаю, так же, все равно. Ой, ах, как хорошо, Как хорошо нам жить на свете. Дождь, видимо, прошел, Наступит скоро теплый вечер. Как все поет вокруг, И птицы весело щепечут. Ах, дорогой мой друг, Как хорошо нам вдвоем с тобой. Ах, дорогой мой друг, Как хорошо нам вдвоем с тобой. Развод! М-м-м, антракт. Антракт, дорогие друзья, 20 минут. Пойе вас ждет в буфет. А также книги и диски. АПЛОДИСМЕНТЫ